Дорогие друзья! Всю жизнь наши политики, эксперты и психологи обещали нам светлое будущее, золотые горы и кисельные берега. Но то, что сказано в этой кассете, говорит о том, что этот мир идет неудержимо к разрухе. И обратного процесса восстановления уже не будет. Ведение ближайшего будущего. Одного из американских дающихся проповедников, Дэвида Вилькерсона. Он говорит следующее. Представьте кошмары всех терроров. Потом умножьте этот ужас в тысячу раз. И поместите это в промежуток времени нескольких лет. Это даст вам некоторое представление того, что ожидают впереди, при великой скорби, тех, кто продолжают отрицать Бога. Бедствия постигнут дома, в которых нет Бога, нет церкви, нет духовного наставления и нет Библии. Я не проповедую сейчас. Я пророчествую. В течение своей жизни я видел только два видения. Первое было в 1958 году, когда Господь в видении повел меня из маленького городка в Пенсильвании, в Нью-Йорк, работать с бандами молодых гангстеров и наркоманов. Это было не ложное видение. Теперь, годы спустя, его реальность подтверждается работой молодежных центров по всему миру. Подростки-гангстеры из этих банд и наркоманы не только сами спасены, но многие из них стали проповедниками Евангелия, как служители и миссионеры. Второе видение мне было летом 1973 года. Это было видение о пяти трагических бедствиях, грядущих на землю. Я не видел ослепительного света, я не слышал голосов или ангелов. Когда я молился однажды поздно ночью, это видение о бедствиях и наказаниях мира овладело меня с такой силой, что я мог только стоять на коленях, как пригвожденный. Вначале я не хотел верить тому, что видел и слышал. Эта весть была чрезвычайно страшной, слишком неприемлемой для моего материалистического ума. Но видение повторялось ночь за ночью, и я не мог от нее избавиться. В глубине души я был убежден, что это видение от Бога, что это правда, и это все сбудется. И все же это видение заставило меня серьезно испытать свое сердце. Я боялся, что большинство людей не поверят ему и сочтут меня фанатикам. Я рассказал об этом видении нескольким самым близким друзьям, и меня предупредили, что мне не следует его публиковать. Но невзирая на свои страхи и сомнения, я не мог освободиться от настойчивой мысли, что это видение необходимо публиковать. Если я вообще воспринимаю Божье руководство, то Бог повелел мне говорить об этом. Я проверил это видение словом Божьим и нашел, что оно соответствует Писанию. Часть этого видения исполнится в ближайшем будущем. Некоторые события более отдалены. Но я знаю, что все это сбудется при жизни настоящего поколения. Я полагаю, что мы уже живем в то время, когда Библия называет это началом бедствий. Перед тем, как отложить эту кассету, сочтя ее безумным вымыслом фанатика, выслушай это. А что, если это правда? Это видение может быть истинным предупреждением от Бога, погрузившемуся в сон миру. Вспомни, что в Библии сказано. И будет в последние дни. Юноши будут видеть видение. Деяние 2.17 Но тогда, друг, время готовится. Час поздний. Времени уже мало. Послушай эту запись с открытым сердцем. Дослушай ее до конца. И сделай свой выбор. Мы стоим перед началом экономического кризиса. В моем видении это было самой ясной частью. Все это коснется не только американского доллара, но и валюты других стран. Я вижу полный экономический кризис, который поражает сначала Европу, а затем вскоре после этого и Японию, Америку, Канаду и другие страны. Я вижу, что приближается не просто депрессия, но экономический спад такого масштаба, что он коснется жизни почти каждого работающего в Америке и по всему миру. Страны, в руках которых находится большая часть западной валюты, также окажутся в весьма затруднительном положении. Особенно пострадают арабские страны. Несомненно, предстоят годы неурожая, влекущие за собой денежные затруднения и безысходность. Как скоро это будет, не вполне ясно, но это уже недалеко. Выдающиеся экономисты мира не смогут объяснить причину такого спада, и из-за этого будет расти страх перед всемирным кризисом. Падению будет предшествовать кратковременное экономическое оживление. Несмотря на все угрожающие признаки предстоящего экономического спада, ближайшие годы после 1973 года будут хорошими, урожайными, лучшими годами в истории человечества, годами процветания. Несмотря на денежные затруднения, люди будут расходовать деньги свободно, больше, чем когда-либо раньше, в современной истории, и почти бесконтрольно. Задолженность за покупки, сделанные в кредит, будет огромнейшей. Я очень ясно вижу, что годы величайшего изобилия экономического процветания продлятся очень недолго. Доходы церквей увеличатся, будет расти заработная плата, возрастут также пожертвования на миссионерскую деятельность. Будет происходить инфляция. Цена и заработная плата будет постоянно возрастать. Но перед резким ухудшением экономического положения, когда мировая экономика дойдет до своего высшего уровня, будет незначительное урегулирование цен. В 1973 году, во время этого введения, Святой Дух вселил в меня твердую уверенность в том, что впереди большая хозяйственная разруха и трудные, неурожайные годы. Но прежде будет несколько благоприятных урожайных лет для подготовки к плохим, неурожайным временам. Трудитесь и молитесь, чтобы оплатить все долги и быть готовыми к внезапному снижению дохода. Доход денег не будет таким свободным, как в прошлые годы. Но если ты свободен от долгов, ты сможешь продержаться и в тяжелые годы. Не бойся и не впадай в панику, а готовься к этому. Я думаю, что мы увидим банкротство крупнейших, популярнейших корпораций нашей страны. Я вижу страшные трудности, возникшие в кредитных корпорациях. Многие люди будут не в состоянии погасить свои большие долги главным кредитным обществом. И это вызовет хаос в их делах. Обанкротятся тысячи мелких предприятий. Многие церкви обанкротятся, и ряд независимых миссионерских обществ и церковных организаций сократят свою деятельность. Количество религиозных передач по радио и телевидению резко сократятся по причине недостатка фондов. Денежные трудности вызовут страх и неуверенность. Те, у кого деньги есть, будут стремиться их сохранить и сберечь. Правительство Соединенных Штатов будет судорожно реагировать на развивающийся экономический беспорядок. Я вижу, как различные правительственные органы будут принимать в панике необдуманные поспешные решения в качестве подпорок разваливающейся экономики. Но они приведут к обратным результатам. Автомобильная индустрия будет сильно потрясена. Производители транспорта для отдыха получат сильный удар. Склады будут забиты продукцией, но продажа ее упадет до минимума. Сильно сократится торговля хозяйственными товарами. Перспектива мрачна почти для всех отраслей промышленности. Внезапно возникнет стремление покупать дома и фермы в сельской местности. Тысячи людей будут желать покинуть город, надеясь на то, что возврат к земле и природе даст им безопасность и защиту. Возникнет сильное стремление уйти из города. Много денег будет вложено в покупку земельных участков в сельской местности, как способа независимого существования. Стоимость земли в сельской местности будет быстро расти. Цены на землю в 100 милях от больших городов подпрыгнут так высоко, что покупать их смогут только крупные синдикаты. Профсоюзам будет запрещены забастовки, и рабочие больше не смогут позволить себе не работать даже одну неделю. Правительство примет строгие меры против бастующих членов профсоюзов, которые будут лишаться продовольствия, карточек и других ранее существующих льгот. Инфляция вызовет обострение отношений между администрацией и рабочими, а в некоторых местах вследствие забастовок будет остановлено производство и возникнет безработица. Детали остались мне неизвестными, но я видел появление угрожающих проблем для профсоюзов в будущем. Вскоре мы будем свидетелями самых крупных и разорительных забастовок всех времен. Особенно пострадают люди, накупившие ненужные вещи. Для биржевых маклеров наступят очень тяжелые времена, и многие крупные предприниматели полностью разорятся. Но незадолго перед этим строительная индустрия столкнется с многими трудностями. Пасторы, начавшие строительство больших и дорогостоящих сооружений во имя Господа, но не имеющие на это ясного указания, серьезно пострадают. Только те, кто имеет на это четкое и определенное повеление от Бога, в котором они абсолютно уверены, смогут справиться со своим делом. Всех остальных ждет банкротство. Сейчас не время занимать, а время оплачивать долги. Время подготовки и освобождения от всяких денежных обязательств. Получив это указание в видении, я стал сомневаться. Я всегда проповедовал веру и положительные дела. И никогда не советовал христианам отступать, когда Бог ясно указывает, что надо идти вперед. Но это видение было настолько четким, что я вынужден был об этом говорить. Я чувствую на себе большую ответственность и должен предупредить проповедников, чтобы они основательно взвесили свои проекты и программы, требующие больших капиталовложений. Некоторые из них необходимо отсрочить или вовсе отменить. Для христианских организаций наступило время больше внимания уделять спасению людей, чем строительству. В трудные годы обращения должны происходить за счет личного свидетельства человека человеку. Много будет вокруг этого суеты, чтобы хоть как-то свести концы с концами. Из-за этого пострадает миссионерская деятельность. Цены на золото будут высокими, но те, кто вкладывают деньги в золото, надеясь этим обеспечить устойчивость своего экономического положения, будут глубоко разочарованы. Хотя цены на золото астрономически повысятся, но это будет очень недолго. Для урегулирования денежного курса попытаются перейти на единую денежную систему. И хотя будет казаться, что курс доллара становится стабильным, это будет на самом деле не так, поскольку вскоре его ожидает большое падение. И пройдут годы, пока американский доллар вновь войдет в доверие. Я знаю, что восстановленная Римская империя станет со временем могущественной базой для супермирового лидера, который появится, чтобы восстановить экономический порядок. И, несомненно, именно он создаст всемирную систему так называемых живых кредитных карточек. На лоб и руку будут наноситься невидимые числа, которые смогут быть обнаружены только фотоскопическими приборами. Возможно, эти цифры будут распределены на три группы, по шесть цифр в каждой. Эти группы цифр будут располагаться друг от друга на расстоянии в ширину пальца. Этот знак будет поставлен каждому человеку, и ни один человек не сможет покупать или продавать без этой невидимой цифровой татуировки. Будет разработана вскоре своеобразная всемирная кредитная система, при которой государства смогут пользоваться кредитными блоками. Если всемирная денежная система сможет возникнуть в отдаленном будущем, всемирная кредитная система будет введена вскоре и послужит основанием для будущей всемирной денежной торговой системы. Для международной торговли будут выработаны точные инструкции, и мировой рынок будет контролироваться самыми крупными державами. Экономические трудности и хаос застигнут многих людей врасплох, и поэтому приведут к самоубийствам. Но обанкротившиеся предприниматели уже не будут, как в былые времена, бросаться из окон или стреляться. Теперь будет новый метод лишения себя жизни – прием огромных доз снотворных или других седитативных средств. Такая тенденция уже наметилась и будет только увеличиваться. Некоторые широко известные бизнесмены будут лишать себя жизни большими дозами наркотиков. Поскольку многие богатые бизнесмены имеют в настоящее время своих врачей, общество не будет информировано о причинах этих случайных смертей. Общественные волнения, демонстрации, грабежи и беспорядки 60-х годов вошли в историю, которая, однако, еще не закончилась, поскольку я увидел приближение следующей такой волны. Я вижу, что на этот раз в качестве бунтовщиков выступят кубинцы, мексиканцы и пуарторианцы. Грядущие хозяйственные беспорядки и экономический кризис повлекут за собой новые выступления, мятежи и нарушения общественного порядка. Я испытываю к этому отвращение и молю Господа, чтобы Он сохранил нас от этого зла. Но больше, чем когда-либо, я убежден, что впереди нас ждет еще худшее. Я вижу, что одновременно с этим близятся сильные волнения в больших городах Южной Америки, которая в последующие 10 лет будет, как пороховая бочка, взрываться по разным причинам. Хотя виновником будущего экономического спада будет Европа, большинство наций обвинят в этом Америку. Самым яростным противником Америки будет Франция. Политики и бизнесмены Европы и Японии возложат ответственность за хозяйственный кризис на Вашингтон и американских банкиров. Вывод из Европы американских войск вызовет еще большие беспорядки. Европейские лидеры общего рынка используют эти антиамериканские настроения на формирование прочной базы для захвата торговли в свои руки. Мировая экономическая база переместится в Европу. С сегодняшнего дня и во все последующие годы мир будет в страхе и неуверенности перед будущим. Никогда в истории больше не будет полного доверия экономике. Каждое небольшое оживление будет влечь за собой период разорений и банкротства, так как увидев однажды полный экономический хаос, люди больше не смогут освободиться от чувства страха. Теперь не время копить деньги, потому что они не смогут быть реальной поддержкой. Вполне возможно наступление такого времени, когда банки не смогут выплатить накопленные людьми сбережения, даже если они застрахованы правительством. Это будет такое время, когда христиане должны молиться за каждое конкретное пожертвование в пользу церкви или на миссионерскую работу. В это время каждый цент и каждая копейка, пожертвована на дело Божье, должна даваться совершенно в определенном направлении. Больше не будет просто пожертвований для успокоения совести. Тем, кто в добрые годы добросовестно жертвует и послушен Господу, в тяжелые годы никогда не придется просить на хлеб. Те, которые видят приближение тяжелых времен и готовятся, благоразумны. Те, кто верит этому откровению, примет мой совет, который, как я знаю, является от Господа. Не покупай ничего, в чем ты непосредственно не нуждаешься. Остерегайся долгов, при малежьей возможности продай или обменяй все, в чем ты не нуждаешься. Несмотря ни на какие трудности, выплати свои долги, насколько возможно, и доведи свои ежедневные потребности до минимума. Сократи свой бюджет, остерегайся кредитов. Сейчас эти долги будут чрезвычайно опасны. Не паникуй, а только будь осторожным. Купи себе хорошую прочную машину и довольствуйся ею. Береги ее и не меняй. Ни в коем случае не обманывай Господа. Храни свои счета в хорошем балансе с небом, ибо от этого будет зависеть твое будущее. Во всем мире происходят резкие климатические изменения, которые побивают все рекорды. Некоторые ученые полагают, что они вызваны передвижением в нижней части атмосферы с помощью воздушных течений вулканического пепла от извержений в Исландии. В прошлых столетиях тоже случались катастрофические землетрясения, ужасная жара, сильные наводнения и разные другие необычные явления. Но все это было довольно редко, и после окончательной катастрофы климат вновь восстанавливался. В своем видении я почти не видел ничего сверхъестественного в том, что случилось доныне. Но я очень ясно видел, что все то, что нас ожидает, связано с божественным вмешательством. Мир должен готовиться к началу больших бедствий, которые можно будет назвать только как сверхъестественные. В не очень отдаленном будущем в Соединенных Штатах произойдет самое сильное за всю историю землетрясение. Близится день, когда в этой стране средства массовой информации сообщат об ужасной новости, о самом сильном и разрушительном землетрясении за всю историю. Это сообщение будет причиной широко распространившейся паники и страха. Все передачи по телевидению будут прерваны, и за дня в день будут говорить только об этой катастрофе. Ему будет предшествовать очень сильное землетрясение в Японии. Землетрясение, о котором я говорю, будет намного сильнее того, что случилось в Сан-Франциско. Я не совсем уверен, что будущее землетрясение будет в Калифорнии, но я знаю, что оно будет там, где его меньше всего ожидают, то есть совсем не в зоне землетрясения. Мощность его будет настолько велика, что оно вызовет еще два больших землетрясения. Я знаю также, что после этого будет крупное землетрясение на Алиутских островах, которое тоже повлечет за собой ряд землетрясений и толчков вдоль западного побережья Соединенных Штатов. Это станет главной темой в США и других странах. Катастрофа, вызванная землетрясениями, в предстоящие годы привлечет внимание людей всего мира, и сообщения о правительственных переворотах, войны, экономические кризисы отодвинутся на задний план. Ежедневно по всему миру будут передаваться сообщения о продолжающихся толчках и меньших землетрясениях. Землетрясения станут главной причиной, вызывающей у людей страх и подавленность. Фактически будет колебаться вся земля, и будет много землетрясений по всему миру. Это явление ученые не смогут объяснить, но это будет сильной мерой, посредством которой Бог будет совершать суд и призывать людей к покаянию. Землетрясения будут происходить неожиданно, так что заранее их предугадать будет никак невозможно. Все будут только в страхе и в благоговейном ужасе взирать на проявления в землетрясениях силы Божьей. Но это только одна часть катастроф. Еще при жизни нашего поколения на земле будет ужасный голод, от которого погибнут миллионы людей. Нас ожидают катастрофические годы, когда от засухи, наводнений и других природных бедствий погибнет большая часть продовольственных запасов во всем мире. Неурожаи и годы будут вызваны также бесснежными зимами. При этом пострадает западная и средняя полоса России. Особенно сильно от голода пострадает Индия, Пакистан и вся Юго-Восточная Азия, а также Африка. После 40-месячной засухи в Африке и длительной засухи в Бразилии наступит временное облегчение, но через некоторое время в Африке опять наступит голод, от которого погибнут миллионы людей. Продовольственные запасы в Америке частично уменьшатся вследствие засухи и наводнений. В нашем поколении мы будем наблюдать большой разрыв между ростом численности населения и производством продуктов питания. Мы и раньше часто страдали от голода и засухи, но на этот раз положение в мире будет сильно отличаться от предыдущих периодов. Раньше урожайные годы восполняли нужды неурожайных, теперь же положение не сможет улучшиться. Будет слишком много неурожайных лет подряд, а за ними будет следовать еще худшие времена. Все чаще будет случаться наводнение, смерчи, ураганы и сильные грады. В течение последующих лет более третьей территории Америки станет жертвой этих бедствий. Люди будут говорить, что природа вышла из-под всякого контроля. Необычные явления в природе заставят призадуматься многих ученых. Извержение вулканов, землетрясение, кровавая дымка вокруг Луны, потускнение звезд, странные небесные знамения, такие как космические штормы. Все эти невиданные ранее явления приведут людей в изумление и страх. Дымка в небе изменит свет Луны в красный и будет вызывать частые затмения Солнца, то есть полную тьму. В последующем десятилетии со все большей силой природа будет давать волю своему гневу. Наводнения, смерчи, ураганы будут уничтожать урожаи, животных и даже диких зверей. Будут расти цены на мировом рынке, так как будет нарушен природный баланс. Прогнозировать погоду будет очень трудно. Внезапный шторм может произойти совершенно неожиданно. На южных широтах может наступить холод, на северных – рекордная для всех мест жара. Эти яростные взрывы природы попущены Богом, чтобы предупредить человечество о приближении явления гнева Божьего и последнего суда. Человечество будет желать возвращения спокойных времен, но обратного пути уже не будет. Бог поднялся, как тот, который проснулся от сна, и гнев его возгорелся на упрямых и грешных людей. В конце концов он расплавит элементы земли в пылающем огне, но прежде чем земля исчезнет, Бог изольет на нее чаши своего гнева. Владыка природы произведет свой суд и явит свою силу, чтобы обратить к себе людей и избавить их от своего гнева. В периоды катастроф люди как будто начнут приходить к покаянию. Но как только положение начнет улучшаться и природа вновь войдет в свою колею, покаяние кончится, и жизнь пойдет по-старому. Пилоты будут сообщать о небывалых тяжелых условиях полета, об ураганах. Во многих частях света будут свирепствовать небывалые морозные зимы, особенно сильные будут в Европе. Средства, используемые для помощи пострадавшим, от стихийных бедствий скоро истощатся. Страховые компании потерпят большие убытки. Многие фермеры разорятся. Только от убытков, нанесенных землетрясениями, будут опустошены почти все страховые фонды. Правительственные бюджеты тоже небезграничны, и люди всего мира начнут понимать, что кроме Бога им некому обратиться. Американцев очень испугают сообщения об истощении страховых фондов, что также приведет к ожесточению. После голода, наводнений и землетрясений начнутся эпидемии различных заболеваний. В развивающихся странах будет свирепствовать холера. В Индии и Пакистане тысячи людей умрут от голода и эпидемий. Продовольствия, медикаментов и других жизненно важных средств для борьбы с этими бедствиями не хватит. И многие будут умирать, не получив необходимой помощи. Видимо, это будет жестокая война природы против человечества. И несмотря на то, что Бог обещал никогда не покинуть людей, будет казаться, что Он все-таки их оставил. Резкие климатические изменения ближайшего десятилетия будут сопровождаться сильными градами. С неба будут падать льдины больших размеров, уничтожая не только посевы и машины, но и людей. Они будут приносить колоссальный ущерб. Мы еще услышим об ужасных градовых ливнях. Приготовьтесь к самым суровым зимам и снеговым штормам в США и Канаде. За прошедшие три года, как сообщают метеорологи, градовые ливни резко участились, а величина градин с каждым разом была большей. В будущем размеры градин станут невероятно большими. Мне было показано, что пророки видели великие космические бури, которые с земли воспринимались как горящие на небе огненные шары. Оставляющие за собой парообразный след. А также звездные дожди и падающие через атмосферу на землю кометы. Когда все это будет? Могут ли логически мыслящие интеллигентные люди согласиться с мыслью, что разгневанный Бог все-таки и зальет на землю чаши своего гнева, вызванного разложением современного человечества? Доживем ли мы до того дня, когда люди, сидя за телевизорами в программе новостей дня, увидят на экране землетрясения, жертвами которых окажутся тысячи людей? Может, этого все-таки не будет? Может быть, это будет просто одним из периодов истории человечества, а потом все-таки все восстановится? Но я знаю, что мы вступим в тот период времени, когда обратного пути уже не будет. Почти в каждом сообщении о погоде будут добавляться слова. Невероятный! Рекордный! Странный! Странный! Несвойственный! Фантастический! Неожиданно! Небывало! Многие люди думают, что в конце концов все успокоится и войдет в норму. Но некоторые, как и я сам, знают, что все это будет только началом еще более ужасных событий, связанных с климатическими изменениями. Не знаю когда, но все это будет совершаться не одновременно. Все чаши гнева Божьего, которые он и зальет на землю, находятся в его руках. Мне же только дано Святым Духом повеление предупреждать вас, кто готов слушать, что эти события грядут и условия жизни будут только ухудшаться. Некоторые события, предсказанные мной на основании данного мне откровения, исполнятся в ближайшие годы. Другие же бедствия будут происходить в более отдаленном будущем, но совершаться непременно. Итак, вы можете быть вполне уверенными в том, что погодные условия по всему земному шару будут только ухудшаться. Будет расти число землетрясений и необъяснимых ничем стихий бедствий. Хотя все это будет происходить с небольшими передышками, но все это обязательно сбудется. Горе живущим на земле и на море, потому что к ним сошел дьявол в сильной ярости, чтобы прельстить, если возможно, и избранных Богом. Каким образом дьявол будет пытаться обманывать и обольщать даже избранных Богом? Я видел, что он будет стараться сделать грех очень привлекательным и таким образом приведет мир к моральному разложению. Он откроет врата ада и будет стараться залить мир эротической грязью, извращениями и похотью. Мир будет настолько захвачен мощным потоком нечистоты, что он будет угнетать самых благочестивых людей. В Писании сказано, что Лот в Содоме мучился день и ночь, видя и слыша о том, что там творилось. Христианам скоро придется столкнуться с таким яростным духом порнографии черного секса, что если верующий захочет остаться верным и послушным Богу, ему будет необходимо хранить очень тесное общение с Богом. Те, кто не будет иметь такого тесного контакта со Христом, станут жертвами этих духов нечистоты. Крупные телевизионные станции будут захвачены этим моральным разложением. Я предсказываю, что в недалеком будущем вы увидите телевизионные передачи с полуобнаженными женщинами. Это будет новой прихотью тех, кто стремится либерализировать средства массовой информации. После спада первой отрицательной реакции на это последует показ совершенно обнаженного тела. Вначале все это будет делаться со вкусом, но как только причастные к искусству люди превознесут это как шаг вперед, к освобождению откроются врата для пошлости и разврата, и тут уже будет сходить с рук все, что угодно. Аплодировать такого рода телевизионным передачам будут отчасти даже люди, облеченные в духовный сан, называя такого рода фильмы оздоровительным мероприятием. На самом же деле, для прекращения этого мерзкого явления почти ничего не будет делаться. И, как ни странно, выступать против этого будут не служители церкви и не искренние христиане, а звезды Голливуда и известные работники телевещания. Предупреждаю, в недалеком будущем, по спецкабелям телевидения, после полуночи будут передаваться самые отборные и гнусные порнографические фильмы. Кабельное телевидение уже стало излюбленной целью толкачей порнофильмов. Уже передаются такие фильмы по спецкабелям в крупных городах США, Канады и Европы. Их выпускают порнографические предприятия Швеции, Дании и США. В этих гнусных фильмах показываются совершенно обнаженные люди. Сексуальные акты, гомосексуальные акты, акты с животными и зоосадизм. Люди будут платить большие деньги за то, чтобы в своих квартирах смотреть эти эротические фильмы. При отсутствии предосторожностей дети смогут переключить канал телевизора и увидеть отвратительные формы сексуальных извращений. Эти порнофильмы станут до того извращенными, что ими будут возмущаться самые свободомыслящие атеисты. Кроме половых актов, особое внимание будет уделяться кровопролитию, насилию и колдовству. В них будут восхищаться сатана, злые духи, черная магия и колдовство. Новейшей гнусностью будут сексуальные акты с демонами. Это драматические представления будут изображать сатану отцом сексуальности и блуда. Секс и убийства, секс и кров, секс и садизм это основные темы приближающихся порнофильмов. Мы недалеко от того времени, когда порнофильмы будут показываться и в обычное для телепередачи время. Фильмы, показываемые через секс-каналы, будут настолько популярными, что многие крупные телестанции будут как бы соревноваться между собой в этом, показывая больше и больше фильмов с таким количеством секса и насилия, какое будет возможно в рамках закона. Все больше мотелей будут рекламироваться как дворцы наслаждений. Там за дополнительную плату в несколько долларов посетители смогут через секс-канал заказать свой номер передачу самых модных порнофильмов. Тогда по рядочным скобках людям уже не будет необходимости для просмотра последних порнофильмов идти на окраину города в пошлые кинотеатры. Они пойдут в красивые мотели и там будут смотреть эти фильмы в своем номере. Особенно популярны будут эти места среди учащихся средних школ и колледжей. Они там будут в отдельных номерах собираться на вечеринки группами. Видеозаписи этих фильмов можно будет посмотреть при наличии специальных электронных приставок к телевизору у себя дома. У жителей пригородов и городских окраин войдут в моду порнографические вечеринки. Тысячи газетных киосков по всей стране будут вскоре продавать секс-журналы, рядом с которыми Playboy покажется просто пуританским. В них будет изображаться нагота и секс во всех видах. Их смогут покупать даже дети. В изобилии появятся специальные журналы для женщин с изображением многих мужчин. И даже самые обычные всеми уважаемые журналы приобретут эротический привкус в оформлении и содержании. Для большинства самых объявленных порнографических журналов будет характерна смесь сексуальных извращений с оккультизмом, с целью привлечь и тех, кто видал виды. Некоторые из этих журналов, которые будут продаваться в местных киосках, будут даже прославлять изнасилование, развращение детей и убийство. Почти в каждом крупном городе США и Европы уже имеются газетные киоски и порномагазины с такого рода продукцией. Но вскоре она станет настолько распространенным явлением, что ее можно будет приобрести в любом магазине. Порнографы, обольстители и злонамеренные люди будут высказывать всяческое свое презрение к закону и местным властям. Они бесстыдно будут рекламировать эту грязь. Они будут открывать многочисленные салоны массажа и студии живых моделей. Их будут принуждать закрывать торговлю, но они вновь и вновь будут ее возобновлять и продавать еще более непристойную литературу, чем раньше. На уроках сексуального воспитания в старших классах, средней школы и колледжах будут знакомить с половым актом посредством кинофильмов. Диаграммы, применяемые в настоящее время, будут заменены движущими моделями и настоящими фильмами, которые специалисты будут оценивать как сделаны с большим вкусом. Учащимся объяснят, что любовь гомосексуалистов естественна, и что половое общение между неженатыми людьми приятно, если обе стороны высоко ценят друг друга. Секс-мультфильмы, которые как ближайшее наводнение войдут в программу школ по секс-воспитанию, поначалу будут казаться вполне невинными, но со временем станут все более откровенными и эротическими. До наступления этого полного разложения будет кратковременное движение против порнографии и непристойности. Это будет почти национальным движением, в котором будут принимать участие юристы, частные лица, церкви и правительственные лидеры, которые объединятся в попытке остановить моральное разложение. Даже будет издано несколько законов для восстановления нравственности. Много будут говорить о чистке телепередач и газетных киосков от порнопродукции. Очень часто в газетах и журналах будут печататься статьи, воинственно выступающие против секса и непристойности. Будет одержано несколько временных побед в некоторых местах, но это будет недолго. Также несколько радиопроповедников откроют кампании против непристойности в обществе. Но энтузиазм и поддержка этой кампании вскоре угаснет. Профессиональные поставщики грязного товара и порнографы не успокоятся, но наоборот восстанут против. Они проверят весь закон и все равно найдут лазейку, через которую они будут проталкивать свою продукцию. Компания по борьбе с этими торговцами в Америке и других странах будет неуспешна. Это будет короткая кампания, за которой будет следовать новый бурный поток мерзости и нечистоты. Грех Содома оживет в нашу эпоху. Содом был виновен во всех грехах, но самым ужасным из них было нападение на невинных людей, толпы распаленных, содомитов, гомосексуалистов. В Библии сказано, как было в одни лота, так будет и в одни сына человеческого. В моем видении я видел вещи, которые заставляют меня бояться за будущее наших детей. Я говорю о диких блуждающих бандах, гомосексуалистов, открыто нападающих на невинных людей в парках, на улицах и в угрюмых местах. Зверства этих содомских банд должны непременно прийти. И хотя о них, возможно, не будут сообщать открыто, работники закона будут знать вполне о том, что происходит. Существует только два препятствия, которые не дают гомосексуалистам открыто предаваться своему греху. Это непринятие их обществом и отвержение их церковью, согласно ее учению. Когда общество больше не будет критиковать их грех как противоестественный, но полностью примет и будет потворствовать им в их изошленности, и когда церковь больше не будет обличать гомосексуализм как грех, но начнет благословлять их сексуальную жизнь, тогда не останется никаких сдерживающих сил. Шлюзы откроются и ободренные гомосексуалисты утвердятся в своем грехе. В моем видении я видел, что эти две преграды на пути сметены. Если убрать то, что удерживает, последует хаос. Поверьте мне, когда я говорю вам, что недалеко то время, когда вы возьмете свою местную газету и прочтете о грязных событиях, о том, что невинные дети стали жертвами нападения разнузданных банд гомосексуалистов в парках и на улицах города. Массовые надругательства станут реальностью завтрашнего дня, как об этом сказано в Библии. И этот день близок. 27 мальчиков было убито в Хьюстоне, штат Техас, небольшой бандой мужеложников. Сообщество гомосексуалистов станет настолько активным и бесстыдным, что очень скоро будет выставлять свой срам в передачах показательных бесед по телевидению. Я очень ясно видел, что гомосексуализм становится массовым явлением и сексуальные преступления становятся более многочисленными и ужасными. Падение нравственности не минует и многих членов церкви. Обмены мужьями и женами среди них будет все более и более многочисленными. И множество молодых людей будут просто сожительствовать, не вступая в брак. Сплошной шквал секса и ноготы со всех сторон будет наступать на умы и души большинства преданных учеников Христа. Это будет главной причиной охлаждения к Богу. Тех, кто противостал этому потоку скверны, будет немного, и на них будут смотреть, как на идущих немногу, с просвещенным обществом и присоединившейся к ней церковью. Легкие аборты, противозачаточные средства и растущая сексуальная свобода будут способствовать взрыву безнравственности, который в конце концов завершится таким всеобщим погружением в разврат, что человеческий разум будет уже не сознавать, что происходит. Любители чувственных удовольствий будут намного превосходить численность любящих Бога. Знайте и остерегайтесь, ибо это тотальная война против избранных Божьих. Разводы и безнравственность будут все более и более проникать в среду духовенства. Разводы среди пасторов не будут более казаться позором. Я видел как бы приоткрытую завесу и за нею зрелище того, что происходит втайне с тысячами служителей и весьма добропорядочными людьми. Под покровами и за фасадами благочестия втайне творятся дела сокрытые от человеческих глаз. Среди этих людей есть и самые добропорядочные и весьма известные. Некоторые весьма религиозные мужчины и женщины обманывают и предаются тайным сексуальным грехам. Они порицают свой грех, они знают, что с ним никогда не может быть примирения, но они по-видимому бессильны противостать своему собственному моральному падению. Я вижу, как наступает день, когда каждый истинный священник и проповедник Евангелия встретится со своим величайшим часом искушения. Те, кто думали, что они недоступны искушению, будут искушаться более жестоко. Бог сохранит и избавит тех, кто обратится к Нему от всего сердца. Те, кто продолжает флиртовать и потворствовать плоти, переживут ужасный час отчаяния и банкротства. Бог скоро обрушится на тайные грехи с таким гневом, что силы Его начнут настигать отовсюду тех, кто упорствует во грехе. Тот, кто оставит свои тайные грехи, будет обновлен и исцелен. Но только это одна сторона медали, другая сторона заключается в следующем. Я видел, что люди этого поколения, верующие в Иисуса Христа, это христиане последнего времени. Искушением для христиан последнего времени будет высокий уровень жизни. Библия предупреждает, что христиане последнего времени будут равнодушны, благополучны, богаты и ни в чем не будут нуждаться. В богатстве и благополучии как таково нет никакого зла. Тем не менее, я вижу, как миллионы христиан последнего времени прельщаются земными благами. Они же впоследствии пострадают из-за своего благосостояния и будут испытаны богатством больше, нежели бедностью. В моем видении я видел, как сатана явился перед Богом в последнее время, так же, как он делал согласно Библии, чтобы говорить против Иова. Но на этот раз он приходит просить разрешения испытать христиан последнего времени. Вот что я видел. И сказал Господь сатане, Откуда ты пришел? Сатана ответил, Я бродил по земле и наблюдал за последними христианами. Обратили внимание на христиан последние дней, как они конец как они боятся Бога и Христа, как они стараются избегать твоих луковых сетей. Да, это так. Но сними с них ограду, которой ты оградил их. Иов не оставил тебя, будучи беден. Но дай всем христианам последнего времени благосостояние и благополучие намного больше, чем Иову. И тогда ты увидишь, что произойдет. Сделай их всех богатыми, как Иова. Посмотри, что произойдет. Дай им новые роскошные особняки. Дай им роскошные автомобили в последней сливке моды самых крутых автокомпаний. Подари им столько аудио-виде аппаратуры, чтобы они замерли от восторга. Осыпи дачами, моторными лодками, путешествиями по свету, изящными одеждами, экзотической едой, земельными владениями, избережениями в банке. Посмотри, что будет с твоими последними христианами, когда они станут пресыщенными, богатыми куркулями, окруженными всеми благами и не нуждающимся ни в чем. Они оставят Бога и станут себе любимыми эгоистами. Вот посмотрим тогда. Я вижу, как шикарные автомобили, компьютеры, мотоциклы, одежда и всевозможные модные вещи становятся большим препятствием для христиан, чем наркотики, секс или алкоголь. Я вижу, что тысячи христиан связаны и находятся под властью вещей. Они настолько погружены в практический материализм, что делаются равнодушными, пресыщенными, зажиревшими, но, к сожалению, обнаженными духовно. Кроме того, среди своего процветания они несчастны и абсолютно неудовлетворены. В моем видении я вижу, как сатана отступает, весело смеясь. ха-ха-ха-ха! Посмотри на этих помешанных на деньгах христиан, на этих разнаряженных свиней, ха-ха-ха, ужаленных клопом удачи, делающих кучу денег, покупающих всю новую мебель, приобретающих все больше и больше автомобилей, два, три, четыре, покупающих, сажающих, продающих, женищихся, разводящихся. Это покупило поколение лота. Это постигнет также и их. Взгляни на всех хорошо зарабатывающих, комфортно живущих, упитанных христиан. Как они ленивы, как они равнодушны, как они делаются легкой добычей. Излежи все это на них. Пусть приткнутся на это многие из них. Это облегчит мне хорошую работу. Друзья, Бог, который владеет всем скотом на тысячу гор, не хочет ничего из того, что владеет человек. Ни его дома, ни его автомобиля, ни его одежды, ни быстроходного катера. Он только хочет занимать первое место в сердцах тех, кто называет себя его именем. Я вижу многих христиан последнего времени, которые когда-то любили Бога и которые погибают из-за того, что ими овладела любовь к удовольствиям. Я вижу тысячи верующих, сидящих перед экранами телевизоров и подвергающихся пагубным влияниям непристойно откровенных фильмов, которые они сами раньше осуждали. Они не грешники перед Богом, но они стали ему чужими. Это ужасно, друзья. Внезапное восхищение христиан, истинных, истинных христиан от земли застигнет многих из них врасплох. Эти свободомыслящие христиане, сделавшись непоседами, не могут уделить хотя бы час в день, чтобы поговорить с Богом. Я вижу, что одним из главных грехов последнего времени является неправильное использование свободного времени. Это не касается времени, отпущенного нам на отдых. Я имею в виду бесплодно потерянное время. Время, которым человек властен распоряжаться сам, избирая, на что его употребить. Время, которое он бы мог использовать для чтения Библии или для молитвы. Я вижу, как сатана опять является с обвинениями против христиан последнего времени. Посмотри на этого христианина последнего времени, раба телевизора. Посмотри, сколько он тратит времени на многосерийные фильмы, комедии, мыльные оперы. Но ему не хватает времени беседовать с Иисусом. Бог не вмещается в его планы. Он рыбачит, путешествует, играет в футбол. Но описание даже в руки не берет. Разве это христианин, чья вера победила мир? Разве это тот, кто готовится к грядущему дню гонения и хаоса? А? Да, я теперь знаю, что сатана объявил войну каждому христианину, истинному служителю Христа. Он пустил в ход все средства, чтобы дискредитировать и причинить вред детям Божьим, полным решимости стоять за истину. Те присвитера и священники, которые отказались потворствовать новой облегченной морали и свободной любви, станут мишенью самых злобных из когда-либо распространившихся сплетен. Служители, которые полагали, что у них нет в мире врагов, однажды с изумлением обнаружат, что кто-то уже говорит о них разные небылицы. Наиболее злобными сплетнями столкнутся пасторы церквей. Намеки, ложь и клевета, которыми будет наполнен воздух, придут из самой преисподней. Это будет сверхъестественным проявлением демонических сил. Его не избежит ни один истинный служитель Евангелия. Мы живем накануне того, когда люди, в поисках того, что льстило бы слуху, последуют за служителями, которые будут казаться ангелами света, но в действительности проповедуют и учат ереси. Новые учения будут широко использовать имя Иисуса и драпироваться в одежды аскетизма, самоотречения и силы воли. В то же время все большее число искренних христиан будут распродавать все и объединяться в коммуны типа христианских общин, напоминающих по образу жизни и законам монашеские, чтобы этим путем приблизиться к Богу. Претерпевая гонения и узнавая признаки времени, армия истинных последователей Иисуса будет набирать силу. Они составят часть подлинной церкви, проповедующей пришествие Христа и конец мира. Они будут как жалом для проституирующей церкви, уязвляя и тревожа совесть людей своей ревностью и духовной силой. Поклонники дьявола объявят открытую войну с истинными последователями Иисуса. Только те, кто живет истинной верой, будут способны различать духовное нечестие в высших кругах. Итак, мы переходим к следующему шагу. Мы поговорим о молодежи в будущем. Проблемой для молодежи в будущем будет ненависть к родителям. Мир скоро будет потрясен признанием тысячи тысяч подростков. Они скажут, «Я ненавижу своего отца, я также ненавижу свою мать». Теперь мы вступаем в эпоху, когда злейшими врагами человека будут члены его собственной семьи. Самая большая проблема подростков будет состоять в том, как жить со своими родителями. Эта ненависть к родным уже распространяется подобно злокачественной опухоли по всему миру. Мне было также показано, что скоро будет создан новый сексуальный наркотик, который будет распространяться на черном рынке для подростков и студентов. Он разрушит сдерживающий моральный начало и приведет тысячи подростков к беспорядочной сексуальной жизни. В то же время я вижу, что вообще в сфере употребления наркотиков предстоят ужасные перемены. Помимо предсказанных мною сексуальных наркотиков, у этого поколения не будет недостатка и в других наркотиках. Марихуана будет узаконена. Все, с чем мы не можем справиться, мы узакониваем. Но узаконенная марихуана приведет к скуке. Будет больше неудовлетворенных взрослых, курящих марихуану, чем подростков, ищущих возбуждение. Марихуана станет проблемой для взрослых в будущем. Наркотики будут становиться все менее популярными. Я предсказываю, что студенты будут стремиться больше к спиритическим удовольствиям, чем удовольствиям посредством химических веществ, наркотического порошка и так называемых колес. В нашей стране всегда будет проблема наркотиков, но она будет не так велика, как проблема ненависти в семье. В то время, когда столь внимания уделяется вопросу злоупотребления наркотиками, все больше подростков и студентов обратятся к алкоголю. Мы вскоре столкнемся с критической проблемой алкоголизма среди подростков от 13 до 16 лет. Это отчасти неблагоприятная реакция от уроков о вреде наркотиков, проводимых в наших школах. Мы достигли успеха, отпугивая подростков от сильно действующих наркотиков, но мы не обращали особого внимания на опасность со стороны алкоголя. Тем не менее, даже предсказывая катастрофический рост алкоголизма среди подростков, я убежден, что и это не будет такой проблемой, как ожесточение детей против родителей. Как раз ожесточение против отцов и матерей будет причиной того, что многие обратятся к алкоголю. Библия предупреждает родителей, чтобы они не раздражали своих детей. Но эта заповедь пренебрегается большинством родителей. В прошлом, когда молодежь чувствовала себя обманутой, она выходила на улицы с демонстрациями, бунтовала и сопротивлялась. Революционные страсти временно утихли, и многие бывшие мятежники теперь пытаются действовать внутри системы, чтобы изменить ее. Но остерегайтесь, гнев, который толкал студентов к уличным беспорядкам и бунтам, все еще клокочет внутри их. Он теперь обращается против родителей ханжей, которые проповедуют своим детям одно, а делают совсем другое. Ненависть начинается распространяться, так как родители недостойным примером и жестким обращением провоцируют своих детей на ненависть, то она глубоко укоренится и вынудит многих оставить дом и убежать, в надежде найти где-то понимание. Даже служители Евангелия не избегут этой грядущей трудности. Ожесточение и мятеж подростков проникнут в лучшие семьи в нашей стране. Это будет ненависть и ожесточение, которые потрясут и испугают родителей. Многие не будут знать, как с этим справиться, и большинство родителей даже не поймут, как и где оно началось. Смены мод и стиля жизни будут по-прежнему одной из важнейших причин отчуждения между родителями и детьми. Родители, смущенные быстротой этих изменений, будут реагировать жесткой дисциплиной, но без большой любви и понимания. Прически, причудливые одеяния, вызывающие ужас музыка и небрежность в отношениях, будут оставаться наиболее частой причиной размолвок. В своих искренних усилиях придерживаться старомодных стандартов некоторые родители решат, что необходимо принудить своих детей-подростков, подчиняя их представлениям о том, как одеваться и вести себя. Но давление со стороны сверстников будет настолько сильным, что из-за него многие искренние подростки примут идеи своих друзей и отвергнут обычаи своих родителей. А родители обнаружат, что все труднее знать, как реагировать на систему настроений и смену мод своих детей-подростков. Для этого нужно сверхъестественное и божественное руководство. И только те, кто одарен мудростью свыше, будут знать, как справиться с этим. Ожесточение и бунт, которые, как я вижу, охватят подростков, будут вызваны отчасти духовной пустотой во многих семьях. Духовно опустошенные родители недавно были раздосадованы тем, что их дети увлеклись фанатиками Иисуса. Их больше волновало социальное положение, нежели духовное состояние своих детей. Бедствия настигнут дома, в которых нет Бога, нет церкви, нет духовного наставления и нет Библии. Радикалы ближайшего будущего будут моложе, чем сегодняшние. Они будут лучше воспитаны и абсолютно отчуждены от своих родителей. Нам предстоит пожинать горькие плоды родительского невнимания к детям в последние годы, равнодушия, чрезмерной опеки, а также астрономического числа разводов. Многие из этих радикалов еще в подростковом возрасте от 13 до 19 будут высказываться в своих подпольных газетах против лицемерия родителей. В будущем банды подростков в наших главных городах будут моложе, более прочны и более враждебно настроены против своих родителей. Эти банды младенцев, которые воспитывались на телеобедах, телепреступлениях и боевиках, которые выросли при нянях, обратятся против своих родителей с болью и гневом. Многие из этих ребят уже чувствуют себя абсолютно чужими своими отцами и матерями. Им легко будет ненавидеть, так как они мало знали о подлинной любви. Битва не на жизнь, а на смерть за обречение участи миллионов невинных детей будет проиграна по причине разводов. В результате эпидемии разводов все большее число детей оказывалось травмированными и ущербленными. Некоторые самые идеальные пары теперь разбиваются, дети оказываются посередине. Это целая армия из миллионов маленьких детей из-за размолвок и разделений своих родителей, получивших рубцы травм, детей, теперь уже ставших подростками, готовыми предъявить счет. Они были научены ненавидеть одного из родителей или сразу обоих, потому что для них не было оставлено нейтральной зоны. Это революция, которая перейдет с улиц в дома. Мы столкнемся с необъявленной войной в наших семьях, когда самыми злейшими врагами человека будут его же дети. Отец станет против сына, мать против дочери и будут попраны все семейные узы. Многие родители даже никогда не пытались найти из этого выход. Они так погрузили свои собственные проблемы и увлечения, что у них было очень мало или даже совсем не было времени для общения со своими детьми по поводу волнующих их проблем. Детям было предоставлено самим решать свои проблемы, а им это не под силу. Среди тех, кто поднимет бунт, будут сыновья и дочери служителей церкви, которые однажды встанут перед отцом или матерью и скажут с ненавистью, вы лжецы, вы проповедуете одно, а живете по-другому, вы говорили, что ваш брак невозможно исправить, а еще ждали, что я справлюсь с неразрешимыми проблемами, не сорвавшись. Пропадите вы пропадом, отжившие люди, и не читайте мне больше проповедей. Вы не можете справиться с проблемами жизни, и потому вам нечего сказать. Поколение девочек-подростков станет проклинать поколение матерей, увлеченных чувственными удовольствиями, выпивкой, кутежами, курением и разводами. Бывают отдельные случаи, когда развода нельзя избежать, но и в этих случаях у Бога есть способы сбалансировать счета и сохранить семью в чести. Дети могут быть спасены от ожесточения и бунта и любить своих родителей, когда несовместимость преодолевается в молитве и действиям силы Божьей. Родители, которые пьют, курят и изменяют друг другу, одновременно читая своим детям мораль, полностью потеряют все свое влияние на детей из-за собственного лицемерия. Молодежь больше не пожелает слушаться родителей, которые проповедуют одно, а делают совсем другое. Священники и родители, которые извиняют свои наклонности и привычки, как менее греховны, чем грехи и привычки молодежи, будут вынуждены дать отчет. Проповеди лицемеров утратят все свое влияние. В то время, как число разводов растет, многие семьи разбиты и многие жизни погублены, я вижу, как повсеместно среди молодежи возрастает тоска по прочному домашнему очагу и семейной любви. Эта жажда станет глубже в самые ближайшие годы. В то время, когда изобилует ненависть и растет ожесточение, будет слышна мольба о родительской любви и руководстве. Я слышу слезно раздирающий душу вопль тысяч и тысяч молодых людей, которые жаждут жить в доме, где царят мир, покой и любовь. Святой Дух исцелит и возродит многих. Он обратит сердца многих детей к родителям и соединит их вместе. Конечно, это будет только для тех, кто внимателен к призову Святого Духа. истинно верующих Истинно верующих следующее, что я вижу, это то, что приближается час преследований, каких человечество не знало раньше. Это будет преследование истинно верующих в Иисуса. Начнется это медленно и неуловимо и придет тогда, когда будет казаться, что религиозная свобода достигла своего рассвета. Это распространится по Америке, Канаде, а затем по всему миру. И в конце концов это станет каким-то безумием. Дух Антихриста войдет в сердца высокопоставленных людей в правительстве и в законодательной системе, заставляя этих чиновников проводить законодательные маневры, направленные против независимых церквей, миссионерских обществ и служителей Евангелия. Уже в настоящее время мы переживаем начало притеснений. Я вижу, что придет время, когда все религиозные передачи по радио и телевидению будут под таким пристальным наблюдением, что им придется соблюдать величайшую осторожность во всех своих действиях. Я вижу, что в будущем в результате союза между либеральными куминистами-протестантами и римской католической церковью возникнет всемирная супермировая церковь. Они будут осуществлять всемирную политику и создадут одну из самых мощных религиозных сил на земле. Эта всемирная церковь будет духовна только по названию, преследуя главным образом чисто политические цели. Она будет антихристовой во всей своей деятельности. Я вижу, как эта суперцерковь под видом понимания принимает в свои члены гомосексуалистов и лесбиянок. Гомосексуальная и лесбийская любовь будет защищаться лидерами этого церковного союза и будет не только приниматься, но и поощряться. Служители из гомосексуалистов и лесбиянок будут поставлены в духовный сан и займут авторитетные должности в этом церковном союзе. Они будут объявлены новым поколением пионеров, вводящих новые понятия любви и евангелизма. Я вижу, как почти в каждом большом городе США и по всему миру возникают церкви гомосексуалистов и лесбиянок, обслуживающие исключительно духовные нужды себе подобных и пользующиеся полным признанием и поддержкой со стороны официальной религии. В воскресных школах и церковной литературе будут распространены спецкурции, внушающие детям и молодежи, что гомосексуализм нормальная и приемлемая форма христианской сексуальной практики. Трагичнее всего то, что я вижу наступление дня, когда большинство гомосексуалистов уже не будут искать помощи церкви, но вместо этого суперцерковь будет защищать их, восхищаясь их смелостью и готовностью быть не такими, как все. Суперцерковь присоединится к слабостям человеческой плоти и будет успокаивать человечество в ее грехах. Усилие нового учения по существу будет сводиться к тому, чтобы научить людей уживаться со своими проблемами, что, по сути дела, будет для них означать возможность наслаждаться своими похотями и прихотями, как дарами Божьими. Некоторые из церквей, членов этого союза, будут оправдывать танцы обнаженных в церкви, как аристократическую художественную форму богопоклонения. Люди станут более поклоняться творчеству, чем творцу, и Бог будет вынужден предать этот род поклонников их грехам. В результате многие будут преданы своему превратному уму, и возникнет новая форма умственного заболевания, которая не будет поддаваться никакому лечению. Я знаю, что всемирная церковь будет мириться с некоторыми оккультными практическими действиями. В некоторых из самых уважаемых и богатых церквей страны молитвенные собрания будут заменены спиритическими сеансами. Я вижу, что наступает день, когда те служители, которые никогда не были слишком близки к Богу, станут слишком близки к дьяволу. Суперцерковь никогда официально не примет оккультную практику открыто, но фенология, гадания и гороскопы будут в широком кругу. Я вижу великий союз всех истинных последователей Христа, связанных воедино посредством Святого Духа. Эта церковь верующих, объединенных вокруг Слова Божия, станет своего рода подпольным братством и включит себя католиков и протестантов всех динаминаций. В нее войдут люди всех наций. В то время, как видимая Всемирная Церковь будет добиваться политической силы, эта невидимая сверхъестественная Церковь будет сильно возрастать в силе Духа. Эта сила придет от гонений и преследований. В настоящее время существует большая свобода для проповедей истинного Евангелия по радио и телевидению. Никогда средства массовой информации не были так широко открыты для служителей Христа. В наше время христиане имеют собственные радиотелестанции, они имеют полную возможность молиться за больных и содействовать распространению Евангелия всеми доступными средствами. Но будьте осторожны, придет время гонений и притеснений, сигнал перемены уже в воздухе. Радио и телепрограммы, содержащие проповедь о Христе, станут мишенью сатанинских сил, полных решимости заставить их свернуть с истинного пути. Уже существует закулисная тенденция к созданию специальной налоговой системы для всех радио, телевизионных, религиозных программ. Либеральные церковные лидеры будут пытаться создать нечто вроде отборочной коллегии и будут навязывать себя в качестве финансово-контрольной комиссии, как конечной инстанцией в вопросах составления программ всего оплачиваемого и бесплатного времени на радио и телевидении. Ни одна программа не будет передаваться в эфир без одобрения их. Результатом будет смягченная Евангелие без Христа в скобках, которая никого не обидит. Сатана будет действовать всеми имеющими средствами, способами, чтобы снять с радио и телевидения все программы, которые сосредоточены на Христе. Я получил для всех служителей, пользующихся средствами массовой информации, для распространения Евангелия следующую весть. Трудитесь, пока еще длится день, ибо придет ночь, когда никто не сможет делать. Сейчас день свободы и возможностей, но ночь притеснений и гонений недалека. Когда придет эта ночь гонений, тогда действенное служение с помощью средств массовой информации будет весьма ограничено. Будьте готовы к тому, что Голливуд усилит свои атаки против истинной религии, ее служителей посредством увеличения антирелигиозной продукции. Фильм «Маржо» был бесстыднейшей попыткой сатанинских сил унизить и высмеять все, что связано с кровью Иисуса Христа. Я вижу, как интеллектуалы готовят изощренную попытку осуществить посредством кинематографа проповедь против обновленных христиан всех видов. Телевизионные комедийные шоу начнут все сильнее подшучивать над Христом и его учениками. Телепрограммы станут абсолютно богохульными и миллионы неверующих, сидя у своих экранов, будут смеяться и глумиться над тем, что некогда почиталось священным, а теперь отвергнуто. Уже сейчас комедийные шоу подшучивают над Кэтрин Кульман, Билли Грэмом, Оралом Робертсом, а в последующее время даже над Папой. Но самое худшее еще впереди. По телевидению без всякого противодействия будут показывать комедии против Христа. Иисусова революция среди молодежи затихнет, и ее недисциплинированные последователи вернутся к своим наркотикам, свободной любви и к прежнему образу жизни. Гонения отделят овец от козлов. Только полностью преданные ученики устоят, когда первый пыл угаснет. Скоро придет время, когда быть последователем Иисуса станет непопулярным. Песни об Иисусе перестанут быть модными, а его имя больше не будет коммерчески выгодным для Бродвея и Голливуда. Мир, который некогда пользовался именем Иисуса, столь легкомысленно, внезапно изменит к Нему отношение и отвергнет его. Иисус Христос перестанет быть суперзвездой. Моя весть истинным последователем Иисуса звучит громко и ясно. Готовьтесь к грядущим гонениям, готовьтесь столкнуться с клубами ненавидящих Христа в школах. Сторонников Иисуса будут считать не только ненормальными, их будут всячески поносить, будут плевать на них в коридорах средних школ и колледжей. Может прийти день, когда глумливо смеющаяся толпа будет вырывать из их рук священные писания и будут рвать их на части. В то время, когда в свободных странах поднимется волна настоящих гонений и преследований христиан, страны за железным и бамбуковым завесами, переживут кратковременное духовное пробуждение. Те, кто жили среди ужасных религиозных преследований, насладятся небольшим периодом свободы. Дух Святой разрушит железные и бамбуковые занавесы и будет искать и найдет жаждущие сердца в России, Китае и Восточной Европе. Путь в Россию лежит через Финляндию. Потрясающее действие Духа Святого в Финляндии может разлиться и разольется по России. После короткого периода свободы и духовного пробуждения среди многих жителей этих стран двери внезапно закроются и начнутся новые безумные и жестокие преследования, которые интенсивно охватят все эти страны. мы вступаем в период времени, который Библия называет День Бедствия. Сам Иисус Христос предупреждал о Великой Скорби, грядущей на всю Вселенную, какой не было от начала мира. Словарь поясняет слово скорбь как горе, бедствие или страдание. И эта Великая Скорбь будет периодом невероятных страданий и кризисов. И теперь, когда эта весть принята со всевозможными насмешками и издевательствами со стороны интеллектуалов и церковных руководителей, огромное число молодых людей сегодня обеспокоено пророчествами о последнем времени. В наши дни не только христиане ожидают мирового конца предсказанной Библией. Даже журнал Тайм недавно произнес серьезное трактование этого предмета. Есть много мыслящих ученых, интеллектуалов и технологов, которые тоже предупреждают, что мировая история скорее всего придет к катастрофическому концу, в скором будущем. Если вы думаете, что мое видение является запугивающим или далеко зашедшим, позвольте мне дать вам точную хронологию приближающихся событий, предсказанных Библией. Библия говорит, что в последние дни народ израильский получит новое рождение. После почти двух тысяч лет евреи, странствующие по всему лицу земли, были угнетаемы, преследуемы и убиваемы врагами Бога, возвратятся в Палестину и снова завладеют своей землею. Как особенное исполнение божественного пророчества, народ израильский был заново рожден в мае 1948 года и начал свисти как роза в пустыне, точно, как Библия и предсказала. Библия предсказала рождение европейского общего рынка. Европейский экономический совет начал существовать как союз шести народов после подписания римского договора в 1957 году. Образование всемирных Соединенных Штатов будет только мировым упадком. Развал мировой денежной системы приведет к мировому падению и это будет провозглашать глобального диктатора. Когда вы разделите таинственную и духовную стороны откровений пророков Божьих, вы ясно увидите предсказание о приближении звезды Антихриста, который восстанет в последние дни, сделает вызов Богу и начнет гонение на истинных верующих. Библия определенно говорит нам, что в последние дни Антихрист и все народы сойдутся в окончательной войне в Израиле. Это будет война из всех войн. Причиной этой войны без сомнения будет всемирный кризис энергии. Все правильно, война будет за нефть и энергию. Может быть также за химические вещества в Мертвом море. Из этих химикатов производят взрывчатку. А так как голод будет во всем мире, химикаты нужны для удобрения почвы. Стоимость этих химикатов оценена в 1 триллион долларов. Сколько мировых войн произошло за меньшую цену? В течение Второй мировой войны с 1939 по 1944 годы больше чем 54 миллиона людей были убиты и миллионы других ранены. В 70-х годах мы имели Вьетнам, Биафра и Бангладеш. Наше поколение опознало ужасы более чем 65 миллионов погибших и 100 миллионов раненых. Но Библия говорит об окончательной войне в Армагеддоне как таковой, которая превзойдет всякое разумение. Израиль и окружающие ее народы уже стали арсеналами оружия, складами орудий, бомб, ракет и даже биологического оружия. Человечество сейчас накопило столько разрушительной силы, что ее достаточно для уничтожения всего живого по всему лицу земли. Библия предсказывает, что в течение великой скорби этого времени суда сатанинские силы с 200 миллионной армией убьют одну треть мирового населения. Сегодня это значило бы, что около двух миллиардов людей было бы убито. Этот ужас невозможно представить. Наша самая страшная война, Вторая мировая, оставила 54 миллиона мертвыми. Но эта последняя война убьет в 37 раз больше. Друзья, война это не единственное горе, которое произойдет на земле. Существует еще. Это голод. В настоящее время голод стал самым великим убийцей в мире. В Биафра и Бангладеш он принес страдания и смерть нескольким тысячам людей. В Индии население растет, а урожай снижается, в то время, как тысячи умирают каждый день от голода. Миллионы во всем мире сегодня живут в помойных ямах, окружающих трущоб, без пищи и воды и теплого приюта. Миллионы сегодня держатся в надежде, пытаясь сохранить свою жизнь хотя бы еще на один день. Даже в наших цивилизованных и развитых странах бедствия становятся очень реальными. Иисус сказал, что в дни великой скорби сердца людей не выдержат в страхе от того, что происходит на земле. В Америке первым убийцей являются болезни сердца. Медицинские авторитеты говорят, что венерическое заболевание и СПИД не являются больше эпидемическими, это уже не подвластное контролю явления в ужасающих размерах. Ученые предупреждают о новых видах инфекции, вирусов и вредных насекомых, которые не поддаются отраве и химикатов и грозят нарушению природного баланса. Суперкрысы, имеющие иммунитет к ядам, сейчас заражают запасы пшеницы и переносят страшные заболевания к людям. Так называемые пчелы-убийцы размножаются в Южной Америке и угрожают нападению на эту страну. Укус их почти всегда смертельный. Дождливая сырая погода в летние сезоны стала причиной размножения москитов. В некоторых районах они так вредны, что причиняют скоту панический страх и болезни другим живым существам. В штате Техас и нескольких частях штата Нью-Мексико тысячи голов скота замерзли до смерти. Этот мертвый скот собирали высокую кучу, пропитывали керосином и сжигали. В Африке миллионы скота умирают от недостатка дождя и корма. И это будет постоянно растущей проблемой. В книге Откровения Библия описывает семь последних чрезвычайно ужасных судов, грядущих на землю. Судов намного ужаснее, чем все другие вместе взятые. Итак, первое. Злокачественные раны и рак кожи. Второе. Загрязнение морей. Третье. Загрязнение рек, внутренних вод и родников. Четвертое. Сильные тепловые волны, то есть солнечный зной. Будет такая температура, которой не было еще на земле. Пятое. Мировое затмение. Шестое. Потоки крови на израильской земле в последней войне и самой разрушительной в Армагедоне. Потоки человеческой крови будут течь глубиною в полтора метра и длиною в 322 километра. Вы себе можете представить такое? Седьмое. 45-килограммовый град и великие землетрясения. Седьмым и последним наказанием будет великое землетрясение невероятной силы, сопровождаемое градом весом 45-килограмм каждый. При этом землетрясении города распадутся, острова исчезнут и горы выровняются. Чтобы охватить полноту этого страшного гнева и великой скорби, только представьте крематорий Гитлера, сталинские чистки, Биафра, Никарагу, Пакистан, Бангладеш, Вьетнам и кошмары других терроров. Потом умножьте этот ужас в тысячу раз и поместите это в промежуток времени нескольких лет. Это даст вам некоторое представление того, что ожидает впереди при великой скорби тех, кто продолжает отрицать Бога. Но это еще не все. Самое ужасное событие для грешников еще впереди. Выше и больше всех ужасов, горя и скорбей, описанных в Библии, есть устрашающий момент, когда грешник должен пасть на колени и увидеть Иисуса Христа и ответить за все свои действия, которые он сотворил за такую короткую жизнь. Но ты, дорогой друг, конечно, можешь смеяться над этим, игнорировать и отложить это в сторону, как фантастический обман. Но я прошу тебя, переживи землетрясение, войну и голод, и тогда посмотри, можешь ли ты смеяться. Посмотри последние известия развивающихся событий, и тогда скажи мне, что я фанатик. Пробудитесь. То, что случилось в мире сегодня, является сверхъестественным, и возврата уже не будет. Если ты не будешь на Господней стороне, ты не сможешь выжить. Для тех, кто энергично живут без Бога, нет ничего другого, кроме страха и отчаяния. Пробудитесь. Теперь слово к христианам. Готовые христиане, пробудитесь. Должно ли пугать нас то, что происходит в этом мире? Ведь все находится под Божьим контролем, даже сам дьявол. И он не причинит нам никакого вреда, если мы под защитой Иисуса. Наша задача не бояться, а действовать. Мы должны разъяснить людям, что происходит в этом мире, дать им руку помощи и показать им путь, который ведет к спасению. Великого евангелиста Муди спросили, что бы ты делал сегодня, если бы ты знал, что Иисус Христос придет завтра? Его ответ был таким, я бы посадил дерево. И пусть так и будет, пусть истинные христиане насаждают и рассевают Божье семя и будут всегда заняты исполнением Божьего дела. Когда Он возвратится, пусть Он найдет нас исполняющим Его волю. Итак, к делу христиане. Это видение было показано Дэвиду Вивкерсону в 1973 году. Сейчас 98 год, то есть прошло 25 лет. Но оно актуально и насущно, и часть этого пророчества уже сбылась. И кто знает, сколько осталось времени, до конца света. Но Бог дает шанс тебе и мне еще призадуматься. дэвиду Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...